здравствуйте друзья хотел вот поделиться наблюдениями очень неожиданное такое открывается видение такая перспектива открывается когда смотришь на наташу квик и вот что такое женский женский блог и там публика которая вот как бы смотрит это все это настолько кардинально отличается вот от ребят которые у нас на канале по уровню знаете по накалу эмоции по такому знаете тонкому взаимодействию что ли даже я не знаю сегодня приехала девочка из это не лос-анджелес это между лос-анджелесом и сан-диего называется orange county такое место очень технологическое место приехал девушка и ну она там со своим интересом то есть у нее мама маме там где-то в районе полтинника при только что приехала девушка уже здесь устроены все дела вот приехала мама легитимно все дела там грин карты она думает что может быть как-то вот маму там в тестировании мама врач и приехала посмотреть на школу поговорить там все дела мы с ней там приехали мы с ней встретились поговорили но она еще заранее спросила скажите вот я когда там буду у вас смогу ли я с натальей там тоже встретиться я говорю конечно бы приходи после трех часов когда уроки кончатся и встретишься с натальей и вот она пришла и привезла наташа письмо от мамы и такое знаете я давно такого не видел знаете рукописная такая ну как из тетрадки что ли такая двойная страничка как из тетрадки полностью исписана совершенно не докторским почерком хорошим таким добротным крупным почерком все это исписано и списано и я смотрю вот наташа сидит и читает это письмо и она прям чуть не плачет я говорю давай говорю может быть это народу там если можно она ну как то она так уклонялась мы в принципе все получаем письма какие то я я не сомневаюсь то есть я получаю много но не написано знаете и не от руки атак в электронном формате конечно очень много историй и трогательных в том числе и таких что плакать хочется тоже но вот этот особый колорит такой знаете когда человек от руки зная что дочка к нам едет там через пол калифорнии значит написала письмо чтобы передать наташи этот вот так вот фронтовой треугольничек такой ну так и образно вот и что то я думаю мало я в жизни понимаю потому что как-то вот целый мир который как-то мимо меня проходит я даже не знаю чего чего вдруг уже какой-то такой непрактичный мир не не такой где есть цели ты к ней идешь а просто вот мир каких-то таких переживаний мир где надо высказаться выговориться просто просто без ничего без без того чтобы ну вот там спросить вопрос там какой-нибудь типа как мне эмигрировать если у меня нет для этого никаких оснований я в основном такие получат значительно и как-то вот очень очень интересное наблюдение еще довольно забавно смотреть на наташу в классе потому что там много народу которые они же съезжаются со всей америки и соответственно многие из них смотрели и продолжают смотреть наш канал соответственно многие из них может быть или они сами или жены или там за мамы они смотрят наташу и вот нам говорят там ребята там разговаривать женой на сотом и представляешь вот наташа у нас в классе сидит и тебе это можно мне посмотреть на наташу а можно мне поговорить с наташей вот сегодня меня тоже хотели показать значит там кому-то в белоруссии но уже было поздно там ушла спать супруга нашего студента не дождалась пока я там запойтмента пришел вот и вот наташу показывают вот она у нас в классе это наташа и так прикольно такого еще не было ребят честно вот я я как бы привык потому что какая-то такая медийность присутствует так в нашем инварменте до ландшафте в нашем но чтобы вот так там сотом ходить показывать наташи это очень прикольно и я я очень доволен что она у нас тут и мы тут как-то знаете с ней едем встречать в аэропорт мы ехали встречать молодого человека вы видели это видео и 17-летнего до из нью-йорка и вот мы едем и в это время наташа звонит на сотовой людмила флорида ялта и а наташа она проказница она говорит ой это людмила звонит значит так хочу ягод мы ее разыграем вот давай ягод кнопку нажму а ты говори привет людмила там этми спорт но тогда сюда на счет подъема что-то удивить вот но так сказать что людмила удивительно не удалось это как бы не тот случай но во всяком случае было прикольненько и мы так потрепались немножко на ходу и людмила тоже загорелась приехать к это вот я буду ехать там через калифорнию к вам заеду сейчас готов с мужем договорюсь на бы тогда вот поэтому да блогер хвостович норовил прийти и с наташей там интервью какой записать не знаю пока вроде он не проявлялся надо ему сказать что уже можно вот он не был уверен она приехала не приехал так что вот какая-то такая новая струя в жизни появилась прикольненько и у нас теперь новый жанр такой получился вопрос от вопросы и ответы значит люди на наташином канале ее спрашивают это типа вот спросите у михаила вот так вот такая рубрика спросите у михаила и они чё-то спрашивают и меня трудно вопросом удивить конечно потому что за столько за столько лет в общем то как-то я все это слышал и и отвечал неоднократно но знать как время идет и примеры из жизни другие эмоциональный фон может быть другой скажем перед уроком или после урока или до обеда или после обеда или ты спешишь или ты не спешишь или ты чайку выпил или не выпил или кофе был такой бодрящий или не поймешь какой в общем это как бы то что блогер говорит это как бы функция многих переменных вот я не хочу никого испугать этим словом я я в хорошем смысле так вот значит поэтому даже если один вопрос человек получает там 10 раз в течение 10 дней он может на него в общем то дать 10 не одинаковых ответов поэтому не каждый раз тебя что-то спросили и ты начинаешь что-то рассказать какие-то примеры какой-нибудь анекдот вылезает формулировка вопроса тоже отличается он в сущности тот же но при этом там может быть какой-то нюанс за который ты цепляешься и понесся совершенно другой ответ поэтому так вот получается значит оказывает саму наташи нас мало кто знает в эти то есть люди которые не знают что мы есть на свете это так прикольно вот и я с удовольствием как бы радуюсь новым людям они такие восторженные позитивные вот так что никто не пытался ничего такого плохого у нас делать гадости какие-нибудь говорить это очень отрадно так что да там выражается беспокойство такое что вот как что наташа может не получиться давать не говорят возраст другие год профессия третьи говорят там образование четвертые говорят там еще чуть говорят у наташи не может не получиться то есть это абсолютно невозможно если бы у меня было малейшее сомнение что может не получиться я бы не стал брать на себя такую ответственность причем вы поймите это же ответственность такая публичная то есть одно дело какой-то человек пришел у него не получилось но кроме него и меня никто не знает это это как бы меньше ответственности в данном случае у нас никакого права на прокол нет ничего у нее обязательно получится это конечно немножко немножко перья как сказать переформатироваться вот из блогера такого общественного человека который общается 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 в человека который все-таки что-то там подучивает и у нее есть безусловный здравый смысл и это основа тестирование у нее безусловно есть пользовательский опыт хорошие больше чем у многих других людей ну вот и я я не думаю что какие то проблемы у нее в принципе могут возникнуть но мы будем за ней очень внимательно присматривать направлять у нее как бы индивидуальное внимание с моей стороны то есть якобы постоянно смотрю чтобы она занималась правильными вещами и человеку первую неделю у наташа будет немножко послабление потому что надо климатически там по времени привыкнуть понять где ты кушаешь там как ты ночуешь там и так далее наконец у нее этот матрас уже накрыли там чем-то он стал тепленьким вот и всегда на новом месте надо как-то адаптироваться вот потом понимаете на нее еще охота идет хорошо человек письмо привез это безобидно а дальше говорят а приходите к нам ведь она тут ее зовут манты покушать там ее значит зовут на шопинг на выходные там ее куда-то везут я не знаю куда к океану в горы там тут есть куда повезти поэтому как бы я я я позабочусь чтобы отпуск не был трехмесячным вот и чтобы она хорошо училась и она она хочет она мотивирована она действительно приехала сюда издалека и я вам хочу сказать что люди которые местные у них процент сочкования намного намного выше чем люди которые приехали они должны были это же расход брать это надо жить на два дома это откуда ты лететь я уже не говорю там про тюрешен я уже не говорю про билеты на самолеты я уже не говорю о том что когда ты живешь не дома ты больше тратишь на питание и так далее но люди которые приезжают вот так вот у них процент процент полезного выхода были скажем так процент трудоустройства по профессии то есть достижение той цели ради которой мы собираемся но если не сто процентов но тут но почти 100 это уже не знаю что должно случиться то чтобы вот так вот он приехал тут три месяца там в классе присидел там еще на практику сходил на пару месяцев и что и ничего да я себе даже представить него вы чё плюс она она прекрасно говорит по-английски она прекрасно понимает корпоративную среду вот этот карпорт до 2 арминт то есть она умеет себя вести с начальниками с людьми разных уровней и так далее у нее опыт продажи там этих таймшеров дело не в том что там там широта или допустим она там где-то барменом работала в рыбинске опыт общение с людьми опыт продаж это опыт намного более ценный чем там допустим си пласт пласт или джава я вас уверяю потому что когда ты идешь на интервью ты продаешь себя людям себя в первую очередь себя ты не си пласт пласт продаешь не джава продаешь не там средства автоматизации тестирования ты продаешь себя по всяком случае на той нише рынка труда где платят там свои там 25 30 35 долларов то есть там где начинают наш выпускник на этом рынке никто не ожидает что он очень много технически что-то знает ожидают что человек правильный сядет и будет разбираться я вот не знаю говорил или нет но в онлайновом классе я заметил очень интересную тенденцию вот если в кремниевой долине все-таки тут народу побольше на рынке есть и рекрутеры компании они как-то еще там перебирают а вот онлайновый класс то есть они за пределами кремниевой долины я смотрю что большинство людей которые у нас учились находит работу связанную с автоматизацией при том что мы немножко учим там эту автоматизацию но не бог весь там как много и они получают работу не потому что знают автоматизацию а потому что хотят знать то есть их берут под то что их научат они как а вот ты хочешь да очень хочу хочу стремлюсь готов пахать ну ладно давай вот вот тебе на пожалуйста и это не обязательно 22-летний или даже 28 лет понятно там он молодой пусть разбирается нет это это и на людей существенно постарше тоже распространять потому что у них тестирование уникальная область давайте в тестировании твой жизненный опыт очень ценен вот скажем работал человек там в таймшер это это жизненный опыт это важно работал человек в банке это опыт это важно потому что есть софтвер для банк банковской сферы и так далее любой вот такой опыт он в плюс он не в минус если человек в 10 областях работал у него 10 небольших плюсов вот вот и все поэтому если у кого-то есть сомнения там какие-то и так далее но ведь на самом деле весь смысл вот этого шоу параллельной реальности где там я показываю наташу наташа показывает школу весь смысл вот этого шоу можно так назвать да состоит в том чтобы показать вам реального живого человека очень открытого абсолютно без без всякой задней мысли очень искреннего человека про которого вы не можете сказать что тут она врет там она спряталась тут она допустим могла что-то вот там не рассказать она все рассказывает она все показывает и вы имеете как бы перед собой достоверный случай когда человек там женщина 47 лет у нее нет высшего образования у нее средняя специальная там по обработке холодной обработки металла и это было тоже достаточно давно там да не за там почти 30 лет назад поэтому вот посмотрите в этом же и есть уникальность того того что мы делаем понимаете вот место куда вы можете пойти и выучить там html миллион и они ничем друг от друга не отличаются ни чем а это уникальная штука и сама по себе профессия ты тестировать по тестированию да она достаточно уникальна это отдельная история ни в одной другой профессии так больше нельзя было бы сделать я же 20 лет вот в сентябре вы праздновали 20 лет в школе я 20 лет ищу другую профессию чтобы как-то на двух ногах стояла на трех ногах стоял наше заведение и нету нету ничего такого нет близко такого нету поэтому если не понимать уникальность вот этого всего то тогда непонятно как это все происходит и вообще все это без абсолютно ерунда не может такого быть и так далее не может и это правда не может ну вот есть просто уникальный случай есть исключение вот мы мы работаем с исключением таким для кого исключения для нас каждый день вот мы это делаем поэтому я не хочу сказать что допустим 20 лет назад попади к нам наташа ей не было бы легче ну наверное было бы и чего но она еще справится я вас уверяю вот поэтому это может быть не самый там простой случай в нашей практике но но абсолютно не патологически далеко от патологического так что все будет путем и у вас будет возможность понаблюдать вот как за нашей стройкой мы наблюдаем да вот электрику я сегодня подвесил час еще не видел если там отзывы представляю как там народ ругается придется о том как проводку кладут в общем сейчас приехал домой пойду смотреть счастливы